В одной из программ мы уже говорили о том, что попытка публичной ликвидации республиканца Трампа Лишь один из инструментов в череде потуг демократов любой ценой победить на предстоящих выборах за океаном Под любой ценой подразумевалось, естественно, еще одно покушение Оно таки случилось, а пенсионер-кандидат в президенты Трамп снова, увы, для многих выжил После всего этого он даже пошутил Ох, очень жаль, я так отлично играл, очень жаль, что не смог закончить эту партию Сначала Трамп вроде как бы, по словам самих демократов, чистую продул по итогам теледебатов Камали Харрис После чего ее мгновенно возвели в ранг без пяти минут первого президента женщины США И в тот момент логично было задаться вопросом Зачем? Зачем стрелять по деду из автомата с оптическим прицелом, если Дональд просто приехал поиграть в любимый гольф и должен был уже смириться с политическим поражением? Если ты почти победила, какой в этом смысл? Если таблоиды почти всех газет и всех каналов пестрят стильными и красивыми цифрами опросов, в которых ей лишь осталось приподнять юбку и переступить порог белого дома Или не все так просто? План поля для гольфа таков Три лунки, пять, шесть и семь Преступник был в кустах, он видел обе из них Возле одной находился президент, примерно на расстоянии от 400 до 500 ярдов С винтовкой и таким оптическим прицелом это не такое уж и большое расстояние Сначала немного конспирологии Сотрудник ABC, который утверждал, что перед дебатами Камали Харрис заранее был направлен список примерных вопросов Недопустимое нарушение, к слову, погиб в автомобильной аварии Надо же, наверное, пренебрегал правилами дорожного движения И вот результат Или сердце прихватило? За здоровьем не следил совсем Затем этот же телеканал ABC, который был организатором дебатов между Трампом и Камалой Совершил откровенно недемократичный во всех смыслах проступок И выложил в свой ТикТок заключительное слово каждого из кандидатов Трампа посмотрели 23 миллиона раз и оценили его дебаты более чем полутора миллионами лайков Камале достались жалкие 4 миллиона просмотров и 217 тысяч классов Вот так она дебаты выиграла Если бы я был президентом, Россия никогда бы этого не сделала Я очень хорошо знаю Путина, но я быстро все улажу и добьюсь прекращения войны между Украиной и Россией Дональд Трамп не прав в вопросах национальной безопасности и внешней политики Всем известно, что он восхищается диктаторами и не раз говорил, что сам хочет стать диктатором Он хвалил Путина и Россию, а военные действия на Украине называл блестящими Он обменялся любовными письмами с Ким Чен Ином И именно эти диктаторы и автократы поддерживают желание Трампа снова стать президентом Еще один сильный момент, которым Трамп окончил дебаты То самое заключительное слово, которое разлетелось по всему миру как основной его вывод Итак, она просто начала с того, что заявила, будто собирается изменить то и это Она собирается сделать совершенно замечательные вещи Но почему она этого не сделала раньше? Она занимала свой пост 3,5 года У них было 3,5 года, чтобы привести в порядок границу У них было 3,5 года, чтобы создать рабочие места Почему она этого не сделала? А что если на самом деле все обстоит не так? Здесь мы плавно переходим к очередному покушению на мистера Трампа Второе покушение, как говорится, уже не случайность, а тенденция Вторая попытка закрыть навечно республиканские глаза кандидатов президенты США Произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде Сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах А теперь, внимание, на месте, где его заметили Обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом Два рюкзака и экшен-камера GoPro Судя по всему, киллер собирался поделиться со всем миром своей удачной охотой По подозрению в преступлении вскоре задержали 58-летнего Райна Уэсли Раута Жителя Гавайских островов Отмечается, что он был одержим конфликтом на Украине Посещал Киев и занимался вербовкой иностранцев в ряды украинской армии Информацию об этом позднее подтвердил и сын задержанного Я ищу революционеров, я ищу людей, которые пойдут со мной в эту систему Если не согласен с этим, давай, иди отсюда Сообщения о связях подозреваемого во втором покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райна Уэсли Раута с Украиной Привлекают нежелательное внимание к Владимиру Зеленскому В преддверии переговоров с действующим президентом Джо Байденом Пишет агентство Bloomberg Для Зеленского это произошло в крайне неудачный момент И дает вовсе не то внимание, которое он хотел Он имеет дело с уходящим президентом Джо Байденом Пытаясь выдавить из США разрешение на применение дальнобойных ракет против России Из всей нашей энергетической инфраструктуры они уничтожили 80% этими своими управляемыми бомбами 80%! У меня были встречи с официальными лицами И я сказал, мы слишком долго ждали, сейчас нам нужно разрешить больше Трамп, конечно, мешал прежде всего неоднократными заявлениями закончить войну в краткие сроки И перестать накачивать бездонные киевские карманы деньгами налогоплательщиков А разве это не повод для очень глубокого беспокойства очень глубинного государства Которое пытается руками Зеленского добиться стратегического поражения России Эти обстоятельства, если вписать их в произошедшее, вполне могли потолкнуть ярого демократа и поклонника Киева Райана Уэсли Раута сделать наконец что-то, чтобы остановить ненавистного Трампа Моей первоначальной целью было приехать воевать, но мне 56, у меня нет военного опыта Мне сказали, ты не лучший кандидат Планом Б было приехать в Киев, чтобы привлечь сюда больше людей Нам нужны тысячи, тысячи и тысячи людей, которые будут сражаться бок о бок с украинцами Еще относительно недавно можно было услышать аргумент Политическая система США выдержала испытания временем Потому что ошибки одной администрации будут поправлены другой через 4 или максимум 8 лет на выборах Но теперь такое невозможно Поле для компромисса ради сохранения системы выжжено взаимной ненавистью Что остается? Любой ценой убрать конкурента Нет человека, нет проблемы Эту фразу зря приписывают Сталину Ведь после второго покушения на Трампа невольно возникает вопрос Может это кто-то из американских отцов-основателей сказал? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok